Класс! Я просто села-присела, включила лампу. Вот такая у меня лампа, видите? Вот такая лампа зелёная. Вот такая вот. Я сижу с этой лампой. Замечательная, хоть теперь вижу. Конечно, я спотыкаюсь, потому что, ну, темновато. Я читаю вечер уже, и освещение не очень. Я забыла, что надо включать лампу настольную. Вот, сижу на тахте и читаю вам. Вот, вы уж извините. Может, где-то я ошибаюсь, действительно. Где-то я не так читаю, как вам бы хотелось. Но я исправлюсь. Я только в начале пути. Я когда-то читала очень хорошо, а сейчас, вы знаете, интернет забрал всё моё внимание, и читаю я всё реже и реже. И как-то я заметила, что, ну да, навык теряется, утрачивается. Чтение вслух, тем более выразительного чтения, тем более вот с соблюдением знаков припинания. Вот. Ну, в общем, сейчас прочитаю вам стихотворение Марины Цветаевой. Я здесь вот сейчас прочитаю вам. «Летят они». Это 1916 год. Я вам говорила, что Марина Цветаева родилась в 1892 году. Умерла она, погибла она, скорее всего, в 1941 году. Вот, смотрите, 16 плюс 8, 24 года. Вот она написала 24 года, какие стихи. «Летят они, написанные наспех, горячие от горечи и нег. Между любовью и любовью распят мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век. И слышу я, что где-то в мире грозы, что амазонок копья блещут вновь. А я пера не удержу. Две розы сердечную мне высосали кровь». Москва, январь 1916 года. Никто ничего не отнял. Мне сладостно, что мы врозь. Целую вас через сотни разъединяющих верст. Я знаю, наш дар неравен. Мой голос впервые тих. Что вам, молодой державин, мой невоспитанный стих. На страшный полет крещу вас, лети, молодой орел. Ты солнце стерпел, не щурясь. Юный ли взгляд мой тяжел? Нежней и бесповоротней никто не глядел вам вслед. Целую вас через сотни разъединяющих лет. 12 февраля 1916 года. Откуда такая нежность? Не первые эти кудри разглаживаю, И губы знавало темней твоих. Сходили и гасли звезды. Откуда такая нежность? Сходили и гасли очи у самых моих очей. Еще не такие песни я слушала ночью темной. Откуда такая нежность? На самой груди певца. Откуда такая нежность? И что с нею делать? Отрок лукавый. Певец захожий, с ресницами нет длинней. 18 февраля 1916 год. Вот она пишет о дочке. Говорят, не любила она детей. Как же она не любила? Смотрите, как она пишет старший своей стихотворение. Посвящает она это стихотворение. Написано 24 марта 1916 года. Четвертый год, четвертый год, глаза как лед, брови уже роковые. Сегодня впервые с кремлевских высот наблюдаешь ты ледоход. Ледины, льдины и купола, звон золотой, серебряный звон, руки скрещены, рот нем, брови сдвинув, Наполеон, ты созерцаешь Кремль. Мама, куда лед идет? Вперед, лебеденок. Мимо дворцов, церквей, ворот. Вперед, лебеденок. Синий зор озабочен. Ты меня любишь, Марина? Очень. Навсегда? Да. Скоро закат, скоро назад. Тебе в детскую мне письма читать дерзкие. Кусать рот. А лед все идет. 24 марта 1916 год. Стихи о Москве. Вот смотрите, какие я на стихи писала о Москве. Облака вокруг, купола вокруг, надо всей Москвой, сколько хватит рук. Возношу тебя, бремя лучшее, дерется мое невесомое. В дивном градисе, в мирном градисе, где и мертвое мне будет радостно. Царевать тебе, горевать тебе, принимать венец, о мой первенец. Ты постом говей, не сурми бровей, и все сорок чти, сорок церквей. И сходи пешком, молодым шажком, все привольное, семихолме. Будет твой черед, тоже дочери, передашь Москву снежной горечью. Мне же вольный сон, колокольный звон, зори ранние на Ваганькове. 31 марта 1916 года. Видите, она писала серию каких стихов. Она о Москве пишет, и то же самое она пишет, и адресует эти стихи дочери своей. Из рук моих нерукотворный град, Прими, мой странный, мой прекрасный брат. По церковке все сорок сороков, И реющих над ними голубков. Из паски с цветами ворота, Где шапка православного снята. Часовню звездную, приют от зол, Где вытертый от поцелуев пол, Петисоборный несравненный круг. Прими, мой древний, вдохновенный друг, К нечаянной радости в саду Я гости, гости чужеземного сведу. Червонные возбрешут купола, Бессонные возгримят колокола. И на тебя с багряных облаков Уронит Богородица покров. И встанешь ты, Наполеон... О, Господи! Прочитала, и встанешь ты, Исполнен дневных стил. Ты не раскаешься, что ты меня любил. 31 марта 1916 года. Настанет день печальный, говорят, Отцарствуют, отплачут, отгорят. Отсужены чужими пятаками Мои глаза подвижные, как пламя. И двойника, нащупавший двойник, Сквозь легкое лицо проступит лифт. О, наконец, тебя удостоюсь, Благообразие, прекрасный пояс. А издали завижу ли я и вас Потянется растерянно крестясь Из паломничества по дорожке черной К моей руке, которой не отдерну. К моей руке, с которой снят запрет. К моей руке, которой больше нет. На ваши поцелуи уже вы Я ничего не возражу впервые. Меня окутал с головы до пят Благообразие, прекрасный плат. Ничто меня уже не вгонит в краску. Цветая у меня сегодня Пасха. Паулю самостоятельной Москвы Поеду я, и повредете вы. И ни один дорогу отстанет. И первый ком, а крышку гроба грянет. И наконец-то будет разрешен Себелюбивый, одинокий сон. И ничего не надо бы на отныне Новопредставленной боярине Марине. Видите, как она писала? И с юмором, и с горечью. Собственно, она все время Вот эта тема смерти у нее Она проходит, это прямо так заметно. Это было 11 апреля 1916 года. Вот в 1913 году у нее умерла мама. Мама умерла после того, Как она заболела чахоткой. Вот они 3 года ездили по Европе. Отец ее лечил. Муж ее был старше намного. Ну вот безрезультатно. Мама ее умерла. Представляете, вот муж У нее был молодой, да? Но через год Будет революция 1917 года, да? И все закрутится. Это апрель 1916 года был. А в 1917 году, в октябре уже будет Октябрьская революция. Как прямо все пропитано вот таким Грустным таким предвкушением Каких-то испытаний и бед. Над городом, отвергнутым Петром, Перекатился колокольный гром. Гремучий опрокинулся прибой Над женщиной, отвергнутой тобой. Царю Петру и вам, от царя, хвала. Но выше вас, цари, колокола. Пока не гремят из синевы Неоспоримо первенство Москвы. И целых сорок сороков церквей Смеются над гордынью царей. Представляете, как о Москве она написала. Как о женщине. Москва, какой огромный странно Приимный дом. Всяк на Руси бездомный. Мы все к тебе придем. Кельмо позорит плечи. За голенищем нож. Издалека-далека ты все же позовешь. На каторжных клейманов всякую болезнь. Младенец Пантелейман у нас целитель есть. А вон за той дверцей, куда народ валит, Там иверское сердце червонное горит. И льется аллилоя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля. Видите, как она Москву любила. Вот 8 июля 1916 года. Александров. Красную кистью рябина зажглась. Падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов. День был субботний. И он, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть Жаркой рябиной горькую кисть. 16 августа 1916 года. Интересно, интересно, вообще-то читаю. Интересно просто творчество. Не знаю, кому как, а мне очень интересно. Творчество Марьины Цветаевой. Я прямо под глубоким впечатлением от ее творчества. Мне оно очень интересно. Бессонница. Бессонница. Послушайте, я вам почитаю. Обвела мне глаза кольцом теневым бессонница. Обрела мне глаза бессонница теневым венцом. То-то же по ночам не молись идолам. Я твою тайну выдала, идолопоклонница. Мало тебе дня солнечного огня. Пару моих колец носи, бледноликая. Кликала и накликала теневой венец. Мало меня звала, мало со мной спала. Ляжешь легко лицом, люди поклонятся. Буду тебе чтецом, я бессонница. Спи успокоенно, спи удостоенно, Спи увенчина, женщина. Чтобы спалось легче, буду тебе певчим. Спи, подруженька неугомонная, Спи, жемчужинка, спи, бессонная. И кому не писали песен, И кому с тобой не клялись мы, Спи себе, вот и разлучены, неразлучны, Вот и выпущены из рук твои рученьки, Вот ты и отмучилась, милая мученица. Сон свят, все спят, венец свят, Венец снят. 8 апреля 1916 года. Руки люблю целовать, и люблю имена раздавать, И еще раскрывать двери настижь в темную ночь. Голову сжав, слушает, как тяжкий шаг, Где-то легчает, как ветер качает сонный бессонный лес. Ах, ночь! Где-то бегут ключи, Ко сну клонит. Сплю почти, где-то в ночи человек тонет. 27 мая 1916 года. В огромном городе моем ночь, Из дома сонного иду прочь, И люди думают, жена, дочь, А я запомнила одно, ночь. Июльский ветер мне метет путь, И где-то музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари дуть, Сквозь стенки тонкие груди, грудь. Есть черный тополь, и в окне свет, И звон на башне, и в руке цвет, И шаг вот этот никому вслед, И тень вот эта, а меня нет. Огни, как нити золотых бус, Ночного листика во рту вкус, Освободите от дневных ус, Друзья, поймите, что я вам снюсь. 17 июля 1916 год. Москва. После бессонной ночи слабеет тело, Милым становится и не своим, ничьим. В медленных жилах еще занывают стрелы, И улыбаешься людям, как Серафим. После бессонной ночи слабеют руки, И глубоко равнодушен и враг, и друг. Целая радуга в каждом случайном звуке, И на морозе флоренции пахнет вдруг. Нежно светлеют губы, и тень золочия, Возле запавших глаз. Эта ночь зажгла, это светлейший лик, И от темной ночи только одно темнеет у нас. Глаза. 19 июля 1916 год. Кто спит по ночам? Никто не спит. Ребенок в люльке своей кричит, Старик над смертью своей сидит. Кто молод, смелою говорит, Ей в губы дышат, в глаза глядит. Заснешь, проснешься или здесь опять? Успеем, успеем, успеем спать. А зоркий сторож из дома в дом Проходит с розовым фонарем, И дробным рокотом над подушкой Рокочет яркая колотушка. Не спи, крепись, говорю добром, А то вечный сон, а то вечный дом. 12 декабря 1916 года. Вот опять окно, где опять не спят, Может, пьют вино, может, так сидят, Или просто рук не разнимут вдвое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Крик, разлук и встреч, ты окно в ночи. Может, сотни свеч, может, три свечи. Нет и нет уму моему покоя, И в моем дому завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом, За окном с огнем. 23 декабря 1916 года. Вот бесконечно можно читать. Я думаю, что я, наверное, уже утомила вас. В общем, я завершаю сегодня чтение для вас. А мое чтение продолжится ночью. Я буду читать. Я наслаждаюсь этим творчеством. И всем говорю, записывайтесь в библиотеку, Берите, пожалуйста, книги. Читайте, которые вам близки, Которые вам понятны, Которые вам интересны, Которые книги ваши. И да будет вам счастье всем, люди. И да будет вам хорошо в этой жизни. И ни на кого не злитесь, Никого не осуждайте, не обвиняйте. И если вы не знаете какую-то историю жизни чьей-то, Лучше, знаете, промолчите. Лучше не осудите. Лучше остепенитесь, остановитесь. Задумайтесь над тем, Праве ли вы судить вообще. Есть ли у вас такое право. Вот я об этом говорю. И прежде чем судить, Надо эту жизнь прожить. Надо, как говорят, Одеть ботиночки того человека, да, И пройти с них по жизни. Меня вот судящих много, Осуждающих много. И я вот думаю, Зачем вы выбрали такую дорогу, люди? Зачем вы выбрали путь? Судить, осуждать, Смеяться, насмехаться. Кто вы? Вот хочется посмотреть на вас. Посмотреть вот уровень Вашего духовного развития, Вашего человеческого вообще, Знаете, IQ. И я, наверное, испугаюсь, Увидев вас и начав общаться с вами. Я не увижу даже толики ума вот у вас, Понимаете, Толики какой-то доброты и душевности У тех, кто осуждает и смеется. И мне порой кажется, Что это бесноватые какие-то, Что прямо будто бесы Из преисподней выскакивают, Вот из какой-то злой табакерки, И начинают колошматить Каждого человека умного, Интересного. Они начинают грязью мазать. Знаете, Это напоминает, Когда душа летит, Вот пишут об этом, Да? Что она, Когда летит к Богу, И навстречу демоны, И визжат, И кричат, И страшают душу, И смущают ее. И кричат, Что душа их. И вдруг подлетают ангелы, Говорят, Нет, Душа наша, Она хорошая, Она столько хорошего сделала. Понимаете, Не смущайте мою душу. Вот моя душа, Я вот лечу к Богу, Иду по этой жизни, Чтобы встреча с Богом была. И если вы думаете, Что вы меня испугаете, Ни капельки. Вот своими вот этим верещанием злым. Вы даже, Вот правильно мне вот посоветовала Анечка, Вот она мне сейчас только посылочку прислала. Лена, Не читайте вообще комментарии. Я решила вообще не читать комментарии. Я вот вижу, Что хорошее, Начинаю читать, И дочитываю. Вижу, Что дерьмище. И я так, Это не мое, Говорю, Это ваше. И даже не удаляю. Вот как, знаете, Как и памятник дури человеческой, Злобы человеческой, Чтобы люди вот нормальные посмотрели на это, И, ну, Испугались бы вас вот просто. Чтоб вы, может быть, Увидели, что Как вы злые, Как вы ненавидите все человеческое, Чтоб вы сами себя испугались. Я прямо вот оставляю под моими хорошими видео, Которые говорят о добре, О любви, О чистоте, Духовности. И мне хочется, Чтобы вы сами испугались себя, Чтобы вы прямо вот как бы встрепенулись, И сказали, Боже, что же я творю-то? Вот мне чего хочется. Слушайте лучше стихи, Которые я читаю. Слушайте, что я говорю. Может, вы лучше станете, Добрее. Может, вам захочется быть чище и добрее. Понимаете? Может быть. Не исключено. А может быть и не быть. В общем, все. Всем доброго вечера. Смотрите мои эфиры. Смотрите. Подписывайтесь на мой платный телеграм-канал. Он чудесный. Я сейчас буду в 21.00 там в прямом эфире. И мы будем там разговаривать И читать Марину Цветаеву. И говорить о жизни. Вот. И, в общем-то, обо всем, обо всем. И если вам вот хочется попасть в наш круг, То, пожалуйста, по ссылочке в шапке профиля, По ссылочке под этим видео Вы можете перейти И, собственно, подписаться. Вот. У меня есть алгоритм действий, как действовать. В общем, там все просто. Вот. В общем, ничего сложного нет. Подписаться на платный телеграм-канал. Если вы сами не в состоянии, Я думаю, что у вас есть молодые соседи, У вас есть в семье. Кто-то молодой, кто вам подскажет, Как это сделать, Как перейти по этой ссылочке. И заплатив свои 1500, да. Ну, в общем, сделать доброе дело И мне поддержать мой телеграм-канал, Его развитие. И, собственно, получить удовольствие самим. Так что я желаю вам Прекрасного вечера. И присоединяйтесь, присоединяйтесь К нашей дружной компании На моем закрытом телеграм-канале. А здесь, пожалуйста, ставьте лайки, Репосты. Делитесь моим видео, Загружайте в сторис. И, в общем-то, Пишите комментарии. Я жду таких, знаете, Позитивных комментариев, Хороших, добрых комментариев. Умных, разумных. Я вот буду общаться только с умными людьми, Только с человеками. Вот, понимаете, Только с хорошими людьми буду общаться. Да. И продолжать беседу мы можем прекрасно На прямых эфирах моих. Прямые эфиры у меня Только-только в закрытом телеграм-канале теперь. Больше нигде у меня в прямых эфиров не будет. Только там, по подписке. Вот, месячная подписка 1500. Если вам кажется это дорого, То разбейте на 30 дней. Посмотрите, что 50 рублей в сутки. 2 рубля в час стоит. Я думаю, что, ну, в общем, Если вы хотите Смотреть то, что здесь я не показываю, Да? То заходите. У меня много интересного там. И у нас целая команда. И диетологи. И спортсмены. И, собственно, Другие специалисты. И специалисты из бьюти-красоты. И консультанты мои. В общем-то, заходите. Вы не пожалеете. Я обещаю вам такой качественный, Такой качественный телеграм-канал, Но которого нет ни у кого. Он только есть у Лены Лето. И, вы знаете, Меня приглашают на телевидение. Вот, в общем-то, Я, как говорится, Неоднократно была удостоена Чести и внимания Телевизионных шоу. Вот. Ну, в общем, Меня интересует, конечно, Телешоу. Не там, где надо, понимаете, Трусы снимать И раздеваться до гола. А меня интересует телешоу, Именно связанное с творчеством, С музыкой, С песнями, С певцами. Вот такого именно направления Меня интересует телешоу. А остальные телешоу, знаете, Ну, когда в наушник тебе диктуют, Что тебе говорят, Они меня вообще не интересуют совершенно. Потому как я, вот, Я такая личность, Ну, самодостаточная. И, в общем-то, Не глупая девочка. Я вообще даже, вот, Я сейчас так оглянулась В свою жизнь и поняла, Что я была маленьким вундеркиндом На самом деле. Вот. В общем-то, собственно, Родители всегда удивлялись, Что я очень умненькая девочка. Я сегодня вспомнила Мой детский садик. Ну, как же было мне Не быть умненькой, Когда я росла, И, в общем-то, Я созерцала небо, землю. У меня был такой, знаете, Психоанализ всего. Аналитический мой ум Развивался детский. Я встречала солнышко, И день проводила на поле, И смотрела, Как солнышко движется По небу, По тому, Как оно уходит за лес. И, в общем-то, Собственно, Это же было, Надо провести целый день на лугу. Это же хватало у меня терпения, да? Вот. И я смотрела, Наблюдала, Куда же солнышко уходит. Вот. И, в общем-то, Собственно, Много интересного Моя детская душа Созерцала, Анализировала. И, в общем-то, Учеба в школе Мне давалась очень легко. Ну, и первый класс, Конечно, Был связан, Сопряжен с тем, Что я не хотела быть усидчивой, Не хотела много сидеть. Я подвижный ребенок такой была. Вот. А потом папа сказал, Пока не напишешь палочки, Черточки эти все, Никуда гулять не пойдешь. В общем, Папа сделал все правильно. Он меня заставил трудиться. Вот. И молодец мой папа, Я хочу сказать. Очень даже молодец. Вот. И, собственно, Я благодарна моим родителям За то, Что вот они Настолько были умны И тонко подходили К моему воспитанию. В общем, С огромным чувством любви. И, вы знаете, Одновременно и требовательности. Родители вот нас не баловали Вот так, Как сейчас детей, да? Сейчас настолько дети Растут В такой вседозвольности, Я бы сказала. Даже порой Безрассудная такая любовь Бабушек, Дедушек И всех окружающих. И вот это, Как говорится, Люди трясутся Просто над своими детьми И внуками там, да? Вот. И, в общем-то, Что получается? Что ребенок наглеет. Ребенок не понимает вообще, Что от него же, Ну, Что он должен, Он понимает только одно, Что он должен получать удовольствие, Этот ребенок. Он не трудится, Не способен, Он не способен ни к чему такому, Понимаете? Чтобы его развивало. В общем, Начинается наблюдаться, В общем, Я бы сказала, Начинает наблюдаться Ленность ума человеческого. Вот. И ребенок, в общем-то, Он начинает наглеть. Вот. Современные дети Начинают нагреть, И потом эти дети Превращаются, конечно, Во взрослых людей. И эти взрослые люди потом, Все дальше и больше, Они понимают, Что они главные в доме, Все на них заморочено, Все на них построено, На любви к ним И только к ним. И эти дети, Они не способны Ничего отдавать, Ничего дарить другим. Ни любовь они не могут подарить, Ни ласку. Вот сейчас проблема Отношений между молодыми. Сейчас многие молодые Не понимают, Что они должны. Что они должны уметь любить. Должны жертвовать уметь. Должны как-то в любви быть Не только принимать любовь, Но и отдавать ее. Понимаете? Вот что происходит. То есть вот настолько Избалованные вот люди Вырастают в таких семьях, Где вот все-все к их ногам, Все по их желанию, Что потом Старшее поколение удивляется. Мы, говорят, Были не такими. Но потому что Но потому что В семье ребенок был Ребенком. А здесь, понимаете, Ребенок стал царем, Царицей, королевной В семье. И, в общем-то, Ни-ни, Ребенка нельзя воспитывать, Нельзя там наказывать, Нельзя там Вообще ничего нельзя. И ребенок растет С чувством, знаете, Полного, Как говорится, Превосходства Над всеми окружающими, Над молодыми, Над старыми, Над всеми. Собственно, Ему как-то комфортно То, что он центр, И эгоцентризм развивается Обычный. Вот. Поэтому, ну, Надо родителям, наверное, Задуматься и понять, Что вот эта сумасшедшая Любовь, Она приведет, в общем-то, К плачевным результатам. Вот. Мои родители меня Очень любили. Но умели и требовать Меня умели Дать в такой планку, Такой камертон Задать отношениям Матери, Дитя, Отца и дитя, Что дитя должно Уважать старшего, Что старший сказал Все, значит, закон. Да, Не подлежит никакому обсуждению То, что сказал Старший в доме. Мама, папа или там, да. Вот. Поэтому, ну, Я не знаю, ребят. Как-то вот Надо действительно Пересматривать, Может быть, Этому поколению, Которое так залюбило Своих детей, Что, ну, Есть, есть, есть Воспитательный такой, Как говорится, Фрагмент жизни, Что ребенок Это не кошка, Не собачка. Вот. Это человек, С которого должен вырасти Не эгоист, Не эгоцентрист, Не нарцисс. Вот. Видите, у меня аж три нарцисса. Вот они вот такие красивые. Я не выросла Нарциссом. Я выросла, считаю, Прекрасным человеком, Умеющим любить, Вот. Умеющим Жалеть, Умеющим Сочувствовать, Умеющим Делиться, Умеющим там Жертвовать собой. Я вот такая выросла. Да. Потому что меня правильно Воспитывали родители. Да. Вы знаете, Когда все только ребенку, А родителю ничего, Да. И близким, Окружающим. Конечно, Ребенок потом, Когда ему задают вопрос, Ты почему такой эгоист? А он думает, С какой стороны я эгоист? Я рос, Это было нормальным. Это же было все естественно, Что все для меня. Для меня, Любимой Или любимого. В общем, Вот так вот я с вами поговорила. Сегодня в 9 часов У меня будет Прямой эфир В моем закрытом Телеграм-канале. Приходите, У нас очень интересно. Подписывайтесь По ссылочке Вот в шапке профиля. По ссылочке Под видео. В общем, Где вы эту ссылочку увидите? На мой закрытый Телеграм-канал. Туда переходите. Там все просто. Выбрать язык, Написано русский. И дальше По алгоритму действий Там вам предлагается, Как это все сделать. Я думаю, Что если вы Попали каким-то образом В интернет, То для вас Это не сложно, Друзья мои. Пожалуйста, Подписывайтесь. Я жду вас. Жду вас с удовольствием. И в общем, Будем беседовать. Вот. Ваша Лена Летто Из интернета. Вся вот такая В красоту И радость одета. И читала сегодня Стихи вам Марины Цветаевой. И буду теперь читать, Читать и читать При вот этой Настольной лампе. Вот такая у меня волшебная. Видите, лампа. Вот она. Сейчас она погасла. Вот. Назову Поэтические вечера При зеленой лампе. Вот такая у меня лампа. Красивая. Она вообще уникальная лампа. Еще мамочка жива была. Эта лампа у меня Горела. И мама пользовалась. Я читала при этой лампе. Вот. Мне она очень понравилась. Я покупала. Вот такая Красивая лампочка. Вот. Так что купите себе Настольную лампочку. Если у вас еще нет, Приобретите ее. И, пожалуйста, Если у вас нет книг дома, Вы, если у вас есть средства, Вы можете купить книги, Понравившиеся вам. А можете посетить библиотеку, Записаться. И взять книги, Которые интересуют именно вас. Именно ваша тематика. Именно ваше направление в жизни, Которое вас интересует. Будь то наука, поэзия, опроза, Какая-то публицистическая литература. Ну, в общем, собственно, Вообще это, вот вы знаете, Уникальное свойство человека. Любовь к чтению. Очень развивает. Очень развивает. И вообще с детьми читайте вслух. Вот мамочка читала мне вслух Сказки, читала мне вслух С выражением. Читала статьи из газеты. Вот я выросла, стала журналисткой. Вот понимаете, какая интересная история. Говорят, Леночка, у вас язык подвешен. Потому что мамочка читала вслух, Я читала вслух. Я маленькая была, Я брату старшему читала Войну и мир. Я младше брата. И он говорит, Лен, мне неохота читать. Давай, я вот буду лежать, отдыхать, А ты будешь читать. И в общем, он ляжет на диванчик, А я ему читаю Войну и мир. Я Войну и мир прочитала За свою жизнь несколько раз. В общем, собственно, я Такой маленький вундеркинд. Я прочла это произведение Льва Николаевича Толстого. Полюбила его. Невероятно полюбила Этого писателя. И в общем, Достоевского полюбила. Ну, то есть я опережала Своих ровесников в развитии. И я потом даже порой прятала свой ум. Мне казалось, что я Намного-намного их старше. И мне как-то это казалось, Что это как-то неправильно. Что вот, ну, я не смеюсь над их шутками, Которые мне кажутся плоскими. Какие-то они такие шутки ненормальные. Порой мне казались не смешные шутки. И, в общем-то, собственно, я вдруг поняла, Что вот я страдаю от того, Что я перескочила как бы Возраст с собой. Вот как бы я его опередила Развитие вот это, да? Что мне больше дано. И я переживала очень сильно. Я даже маме говорила, Мам, зачем мы такой умный воспитали? Как хорошо глупым людям. Они ни о чем не переживают, Ни о чем не думают, Не зацикливаются на чем-то. Вот. А я же от этого ума, Господи, Только страдаю. И говорю, мне как-то в компаниях скучно. У меня друзья такие, Что мне с ними скучно. И то есть вот умные люди для меня Это, конечно, награда. Умный, интересный мужчина для меня Это самый у меня фаворит мужчина. Даже ни внешность не важна, Ничто не важно. Как вот важен интеллект, Душевные качества, духовные. Вот это мое, да. И подруги также. Вот у меня особый такой вот, Как бы, понимаете, круг людей, Которые вот настолько мне интересны. Они такие вот прямо мои-мои. Такие бриллиантики в жизни. И как мне вот интересно с такими людьми. То есть никогда не бывает скучно с ними. Никогда не надо домысливать, что сказать. Как-то прямо собой-собой. Вот сам с собой диалог развивается. И, собственно, мы обогащаем друг друга. Вот как-то так. С вами я, Лена Лето. В общем, короче, я жду вас сегодня в 9 часов На моем прямом эфире. Телеграм-канал. Жду вас. Ставьте лайки. Репосты делайте. И загружайте в сториз. Пожалуйста, мои истории, мои публикации. И делитесь во всех, во всех сетях моими видео. И, в общем-то, да будет вам счастье. Да будет вам счастье. Пишите комментарии. Буду рада хорошим, позитивным комментариям. Всех злых людей прошу удалиться. Я сегодня смотрю, отписалась несколько человек. Потому что поняли, Лена не глупая девушка. И они не выносят света моей души. В общем-то, как черти. Вот правда. И вот понимаете, где свет им тяжко. Вот черти отписываются. Я вижу, я так рада, что всякие ненормальные от меня отписываются. Всякие злые люди, оскорбляющие, они отписываются. Потому что они поняли, что их комментарии неинтересны. Их не читают. Им тут делать нечего. Некоторые говорят, Лена. Понимаете, вот этот хейт помогает развиваться вашим каналом. У вас будет много подписчиков. Каких вопрос подписчиков? Вот у меня такой вопрос. И зачем мне такой канал? Понимаете, где неизменные вот такие страсти разжигаются и вызывают интерес у таких же неизменных вот личностей, которые приходят, понимаете, на тухлятинку. Тухлятинкой почувствуют, пахнет и бегут. Говорят, ой, там сегодня такое, там сегодня такое пишут. Знаете, я не хочу эту тухлятинку на своей странице терпеть. Я хочу, чтобы ко мне приходили умные люди. И, в общем-то, мне вот предлагают, мы увеличим число ваших подписчиков. Ответьте нам, заплатите за месяц-то столько-то туда-сюда. У вас будет много подписчиков. Ребята, говорю, зачем? Зачем мне искусственно накрученные подписчики? Мне хватает подписчиков. Ко мне приходят именно мои люди. Люди удивляются, это не накрутка у вас подписчиков столько? Я говорю, нет, не накрутка, это реально мои подписчики. Так что, все, кто мне хочет помочь, накрутить подписчиков, я этим не занимаюсь и не хочу. Ваша Лена Лето из интернета. Целую вас. Пока.